Привет! Мы начинаем на Парфеноне сезон серии «Намедни» про 1930-е годы. И сегодня премьера серии «Год 1931». Мы публикуем её накануне столетия образования СССР. Как говорили раньше, достойную встречу. Советский Союз был образован 30 декабря 1922 года договором, заключённым в Москве в Большом театре. Здесь в 1922 году было провозглашено образование Союза Советских Социалистических Республик. Здесь была принята первая конституция СССР. На этот советский период, на советский опыт, на Советский Союз так любит сейчас ссылаться российская власть, официальная пропаганда, большая часть общества спорит о советском периоде, то клиняй его, то хваля. Якобы не так проведённые границы между союзными республиками официально предъявляются как одна из причин войны с Украиной. Собственно, вот эта актуальность разного рода советскости, она и побуждает делать новые серии на Медне, выпускать новые тома на Медне. Но раз это до сих пор современность. Итак, в 1922 году Советский Союз оформляет советскую власть на тех территориях бывшей Российской империи, где в гражданской войне победили красные и официальные учредители СССР – Украинская СССР, Советская Социалистическая Республика, Белорусская СССР, Закавказская Федерация в составе Азербайджана, Армении и Грузии и РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Так пять лет, от 1917 года, от Октябрьской революции до 1922, до этого самого учреждения Советского Союза, называлась вообще вся страна. Причём в тогдашнюю Российскую Федерацию. Входила и Средняя Азия с Казахстаном, обобщенно они тогда часто назывались Туркестаном. Там была путанная система автономии, которые будут ещё много раз краиться и перекраиваться, и всячески видоизменяться. Считается, что СССР – это дело Ленина, но к моменту заключения договора Ленин уже безнадёжно болен, отдел отошёл, к власти он не вернётся. Да, по его настоянию, как считается, там был в договоре пункт о свободном входе и выходе республик из состава Советского Союза. Но это была чистая декларация, никак этот механизм не был прописан. И сам Ленин правил, отпущенный ему пять лет, как абсолютно унитарный диктатор. И последующее функционирование Советского Союза будет как унитарного государства. И правили там назначенцы союзного центра из Москвы. И даже на стадии вот этого заключения договора об образовании СССР за Азербайджан, например, расписывается Киров, который в это время глава тамошней компартии, на самом деле фактический правитель республики, а потом он будет править Ленинградом и большей частью североевропейской части России. И империи в этом смысле назначения всё равно какие. И ни там, ни там население этих территорий не имело никакого отношения к появлению у себя этого правителя. Хотя считалось, что торжествует тут социалистическая народовласть. Вообще политической основой СССР была Российская Коммунистическая партия, которую после оформления СССР переименовали во Всесоюзную Коммунистическую партию, потом она стала КПСС, то есть Коммунистическая партия Советского Союза. Но в принципе это была сквозная организация, которая и была действительно правящей. И именно что из Москвы. Так что социализм, как он функционировал впоследствии и как он дожил до своего конца и советский строй, и организация Советского Союза, это сталинский на самом деле проект. Никакого другого социализма не было. Считалось, что его интенсивное строительство началось с года Великого Перелома 1929-го, первая пятилетка, и про это в предыдущем уже вышедшем сезоне серии «Намедни». Именно в этом году произошли сдвиги, которые сделали 1929-й годом Великого Перелома. Жизнь окончательно ответила на вопрос, решавшийся на протяжении всех первых лет Советской Республики. А завершилось это строительство в 1936 году, когда объявили, что вот СССР – страна победившего социализма. Была еще шуточка, что победившего нас социализм. И была тогда принята Сталинская Конституция 1936 года, 5 декабря. И в песне «Широка страна моя родная» пели «Золотыми буквами мы пишем всенародные сталинские законы». Вот по этой Конституции 1936 года в Закавказье и в Средней Азии, в Казахстане уже границы и формирование этих республик было завершено, и оно таким останется до конца строя. А в Европе это движение еще будет долго продолжаться и очень противоречивое, я бы сказал. По секретному протоколу к пакту Молотова и Риббентропа при разделе Польши с гитлеровской Германией присоединили Западную Украину и Западную Белоруссию. Потом аннексировали Литву, Латвию, Эстонию. Потом отбили у Румынии Бессарабию и образовали Молдавскую СССР. Финляндию завоевать не смогли, но отодвинули границу, и Карельский перешейк с Выборгом включили в Карелию и образовали внимание. Карело-финскую СССР одно время союзных республик было 16. Зато после войны еще от Чехословакии забрали Закарпатскую область, однако вернули в Польшу из Белоруссии Белостокскую область Белорусской ССР. Это целое воеводство Польши. А зато Карельский перешейк с Выборгом отдали в Ленинградскую область, а потом и вовсе ликвидировали эту самую Карело-финскую СССР. Как так возможно? Это же союзная республика. По уставу СССР это государство, входящее в Союз. Нет, исчезло без следа совершенно. Поэтому когда говорится, что Ленин как-то не так скроил границы Украины, не работает этот аргумент. Кроили границы унитарной Российской империи. Тут можно какие угодно предъявлять претензии. Уже после того, как существовал СССР, в Российскую Федерацию входило, внимание, Гомельская губерния с Могилевским уездом. Это территорий двух из шести нынешних республик Белоруссии. А одно время казахская автономия в составе той же Российской Федерации, она своей столицей имела Оренбург. Это что, Казахстан может предъявить претензии на него? Но главное-то оказалось несостоятельным сама система социализма, как строй. Это всё не работало даже как хозяйство. И уж совсем химерой оказалась теория Маркса, развитая потом Лениным, что вот как рабовладельческий строй его сменил феодальный, потом феодализм сменяет капитализм, а теперь капитализм будет с исторической неизбежностью, как обречённый строй, сменён коммунизмом. А социализм – это к нему пролог. Не возникает из капитализма коммунизма. Сколько ни писали, победа коммунизма неизбежна, наша цель – коммунизм, записали в программу КПСС построение коммунистического общества ко 70-му году. Я не знаю, уже в 70-е годы, по-моему, не было людей, которые бы в этот самый коммунизм верили, а к 90-му году система обанкротилась абсолютно. И в условиях, когда уже не только республики Балтийские, но и Молдавия, и Закавказье отрезаны ломоть, тогда Шушкевич, Кравчук и Ельцин, они просто подписали свидетельство о смерти Советского Союза. Не более того, потому что нет социализма без СССР, и нет СССР без социализма, который создавался в 30-е годы, про что в этих наших сериях на Меднии, увы, оказавшимся снова актуальными. Привет, я Леонид Парфенов. Это события, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Ликвидация кулачества, как класса. Много леса, много брея, много брея, много дров. Большим и крепким делом мы проучим кулаков. Как забыться, куда уйти? На крышу небоскреба. Empire State Building – главный небоскреб. Это самое высокое здание в мире. Физкультура, физкульт с парадом. Он с нами. Он рядом, великий, божатый, учитель и лучший, любимейший друг. Взорван храм Христа Спасителя. Не остаться бы тебе безработным, батюшка. За золото и валюту торгуют торксины. Советского миллионера не может найти даже наркомфин. Остап Бендер. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Дешевые авиабилеты. Хоть в Бразилию, хоть еще дальше. Ищите на Авиасейлз. Вот так, всю частную торговлю на замок. Все продукты по карточкам. Петр Лещенко поет танго Оскара Строка. Ах, эти черные глаза. Меня любили. Куда же скрылись вы теперь? Кто близок вам другой? Говорит Москва. И простой, первый пятилетний. Читатель называет их инженер Медух. Вот они, лазутчики. Станция Законники. Истолом. 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 Уверенно шагает по стране новый комплекс «Готов к труду и обороне». В 1931 году принят комплекс ГТО «Готов к труду и обороне». Нормативы физической подготовки граждан СССР. Советский строй, в принципе, мобилизационный и сознательный гражданин, пожизненный боец трудового и ратного фронта. Его долг держать себя в форме и всегда быть готовым к подвигу. Нормы ГТО устанавливают задания побегу, прыжкам, подтягиванию, лыжам, плаванию. Физкультурники столицы отметили десятилетие комсомольской правды самым массовым в мире кроссом. Ну, начинай ты, Георгий. Говори уж лучше ты, ты на метр раньше пришел. Ну, ладно, хорошо, давай я. Итак, товарищи, мы очень рады тем, что заняли два первых места в кроссе нашей славной газеты комсомольской «Правда». Мы надеемся, что в начавшемся сезоне не последний раз занимаем первое место. Верно, Георгий? Правильно. Из дисциплин с военным уклоном, метание муляжа гранаты, перенос 32-килограммового патронного ящика, движение в противогазе. Газ не остановит атаки. Приказ вперед выполнен. Первые значки ГТО, звездочку с финиширующим бегуном, в 1931 году получают 24 тысячи человек, а вскоре их будет несколько миллионов. Вспоминаем мы тех, кто был в рядах зачинателей массового физкультурного движения в стране. Первых значкистов ГТО. Самуил Маршак напишет стихотворение про смельчака, спасшего девочку из пожара. Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Неизвестного героя потом не найти. Много в столице таких же значков. К славному подвигу каждый готов. Как бежит! Какой темп! Как птица! Как птица! Стандарты ГТО поначалу массовые, потом введут нормативы для спортсменов, возрастные ступени расширят для женщин до 55 лет, для мужчин до 60. С развалом СССР о комплексе забудут. Вполне уместно вспомнить и позитивный опыт прошлых десятилетий, когда в нашей стране действовал так называемый комплекс ГТО. Назывался он ГТО «Готов к трудовой обороне». Через четверть века на волне всяческой советскости в 2014 году власть ГТО восстановит, но без прежней популярности. ГТО «Готов к трудовой обороне» Покровителям кулаков не место в нашей жизни. Кулаков железной метлой за борт колхозов. 31-й год был решающим и в деревне. Было сломлено яростное сопротивление кулачества на пути к коллективизации. Окрепли и закалились в борьбе новые колхозы. Смычка пролетариата и крестьянства выдержала испытания на прочность. К началу 1930-х советская власть решает покончить с зажиточным крестьянством кулаками и вообще с частниками на земле. Крестьяне, абсолютное большинство населения страны рассматриваются как средство для достижения цели, индустриализации, а то и как препятствие на пути к ней. Уже зимой 1931-го сказываются результаты нового хозяйствования. Начинается продовольственный кризис. Он продлится 60 лет до конца строя. Много леса, много бряй, много бряй, много трав. Большим лечим крепким делом мы проучим кулаков. Колхозы и совхозы стали давать стране основную массу товарного хлеба. Новое соотношение классовых сил позволяло окончательно решить вопрос «кто кого?» в пользу социализма. После выполнения любой ценой плана хлебозаготовок 1930-го года начался падеж колхозного скота от бескормицы и нерадения. Писатель Михаил Шолохов, единственный видный советский деятель, живущий на селе, пишет Сталину. Положение без преувеличения катастрофическое. В колхозе «Красный маяк» из 65 лошадей издохло 12, ездят только на 4, остальные лежат. В Новопавловском из 180 лошадей осталось 67. Непредставимо, на чем по весне пахать и сеять. Всего за коллективизацию поголовье лошадей в СССР ополовинится. Коров и свиней сократится на 40%, овец и коз более чем на 60%. Не желая сдавать скотину в общественное стадо, крестьянин ее скорее зарежет. Кулацкий саботаж не сломлен, писала правда в 31-м. В 31-м сняты эти кадры. А где разрешат держать на личном подворье скот, его не раз будут насильно забирать для выполнения плана заготовок. Вот она, главная фигура хлебных обозов тех лет. Человек с наганом. По сравнению с временами Непа, в стране примерно вдвое сокращается потребление мяса и масла. Кулаки наступлению социализма в деревне сопротивлялись ожесточенным. Они прятали и гноили хлеб. Кулаки считаются последним капиталистическим классом. Их земля и имущество передаются колхозам. Кулакские семьи высылаются. И население северо-западной Сибири разом вырастает втрое. Придут, понимаешь, начинают делать имущество. А потом продают на торгах. Это все. Вот по деревне объявят, что сегодня, значит, будет продавать имущество такого-то. В 1931-м в города переселяется 4 миллиона человек. Землекопов на ударные стройки принимают и без документов. Вообще же число сбежавших от коллективизации будут оценивать в 12 миллионов человек. В июне 1931-го пленум ЦК партии подводит итог. Завершена коллективизация в основных зерновых районах. Задания по хлебозаготовкам с неполного миллиарда пудов в самом удачном 1930-м году повышены до полутора миллиардов пудов. Но в 1931-м и 1932-м годах соберут худшие урожаи последних лет. Даже в самые голодные месяцы 1932-го года хлеб вывозили за границу, обеспечивая темпы индустриализации. Даже с техникой, пришедшей на село, сбор зерна с гектара в 30-е годы так и не достигнет уровня 1913-го. В то же время в бывшей провинции Российской империи, земледельчески неблагоприятной Финляндии, урожайность вырастет почти вдвое. По оценке Шолохова, за 1931-й год даже в его черноземном колхозе крестьянам выдали полуголодную норму. 8,5 пудов зерна на едока. И еще к весне часть отберут для сева. Это уже грозит деревне катастрофой. Государство диктатуры пролетариата обеспечивает превращение социалистического уклада в основной, ведущей, а затем и в единственно существующей во всей системе экономических отношений. Бывшие оживленные магистрали города Ханчжоу. Теперь эти улицы скрыты под водой и переполнены несчастными жителями, которые пытаются спастись. Но они не знают как. Их дома разрушены, родственники мертвы, сбережения уничтожены. Стихийное бедствие с наивысшим в мировой истории числом задокументированных жертв. Из-за разлива рек в самом населенном районе планеты в Китае гибнет до 4 миллионов человек. В низовьях великих рек Хуанхэ и Янзы летом 1931-го идут обильные муссонные дожди. Гидросооружение прорвало разом во многих местах. Затоплено 77 тысяч квадратных километров, включая Ухань и тогдашнюю столицу Китая – Нанкин. Великая река Янзы вышла из берегов. В одном только районе Ухань затоплено 163 тысячи домов. Весь ущерб оценить невозможно. Страна, охваченная нищетой и голодом, погрузилась в пучину великого бедствия. 300 тысяч человек утонули сразу. Выжившие голодают, их косят тиф и холера. Без крова до 40 миллионов человек. Силы правительства невелики, а оно еще воюет с японцами и армией коммунистов. Китаю помогают иностранные спасательные миссии. Разрушительные наводнения меньшего масштаба в этом регионе не раз повторятся. На хронике из Китая – последствия стихии, бушующей в городах и деревнях вдоль русла Янзы. С лица земли смыто 10 великих городов. Уже миллион человек потеряли жилье. 100 тысяч погибло. Эти немыслимые цифры вряд ли можно представить в какой-то другой стране, кроме таинственного Китая. Но даже такому ужасному бедствию жители Востока противостоят с присущим им самообладанием. Их отчасти победят, перекрыв Янзы плотиной крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья». Строительство закончат в 2012 году. В 1931-м завершено строительство виллы «Совой» – культового проекта «Ле Корбюзье». Белобетонный рояль на тонких ножках – эталон архитектурного авангарда. Жилой комплекс премиум-класса от девелопера «Эмер Групп» создан по модернистским канонам функционализма в архитектуре. Потому и название проекта – «МОД». Три суперсовременных небоскреба и два малоэтажных клубных дома названы в честь знаменитых модерновых писателей и писательниц. Драйзер, Камю, Манн, Стайн и Рент. Три строгие башни с янтарными коронами. В них стеклянные этажи пентхаусов, высота потолков больше четырех метров. Два парящих над стилобатом клубных малоэтажных дома. Фасады башен из натурального камня. Облицовка клубных домов – анодированный алюминий, медь и латунь. Во всех корпусах панорамные энергоэффективные окна в пол. Открытие «Ле Корбюзье». Пространство жилого комплекса «МОД» спроектированы гармонично. Материалы фасадов переходят в благоустройство территории, мощение – в интерьер. Дизайнерские лобби в минималистическом стиле, семиметровые потолки и природные отделочные материалы. В жилом комплексе «МОД» есть зоны отдыха для жителей и их гостей, и даже своя джаз-гостиная. Удобное расположение. Метро «Марьина роща» в шаговой доступности, а до «Цветного бульвара» – 10 минут на авто. Квартиры сдаются с отделкой «МР Бейс» и «МР Рэдди». Закрытый охраняемый двор с ландшафтным парком, центральная площадь с фонтанами и арт-объектами. На территории жилого комплекса «МОД» – рестораны, супермаркеты, образовательный центр и детский сад, спа и фитнес-клуб. Жилой комплекс «МОД» от застройщика «МР Групп». Функционализм в каждой детали. Мы судьбам человечества нашли рычаг живой. Мы беспризорников научим в новый мир пробиться грудью. Мы переплавим их в рабочих стройки мировой. В 1931 году на советских киноэкранах первый в стране звуковой художественный фильм. Путевку в жизнь будут смотреть несколько поколений зрителей. В заграничный прокат картина выходит как киноманифест СССР, технически передовая экранная повесть о создании нового человека. Путевка в жизнь еще несет следы немого кино. На экране титры. Актеры на крупных планах пережимают с мимикой. Чем занимаешься? Я гулящая. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но уже ошеломляет волшебство звука. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Люди говорят. Из ростовского приемника бежал? Бежал. Трамваи звенят. Вода журчит. Огромный успех у Михаила Жарова в роли бандита. Впервые на всю страну известна кличка «Жиган». На фене это опытный вор. И поются блатные куплеты. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В полной темноте мы смотрели эту дорожку и все, что там, оттуда, с экрана лилось. Эгг плакал от того, что он первый режиссер, который будет ставить художественный фильм. Нестеров плакал от того, что он первый звуковой оператор, который запишет художественный пик, он войдет в историю. Таггер, естественно, плакал от того, что наконец кончились опыты, пошла практику. И отчего же плакал Артист Жаров? Отчего он плакал? От того, что я абсолютно не узнал своего голоса. Хулиганы-малолетки под руководством воспитателя. Его играет Николай Баталов. Будем строить железную дорогу от коммуны до станции. И сами ребята будем ее обслуживать. Поняли? Поняли? Переезжают в бывший монастырь, приспособленный под приют, и получают путевку в жизнь. Ремесло. Это вам государство долг дает. Отработаете – отдадите. Там в главные герои выходит бывший вор Мустафа. Его играет мореец Иван Кырлан. Ловкость рук и никакого мушенства. Что прежде всего поражало в путевке? Достоверность во всем. В лицах людей и в одеждах. В манере думать и говорить. Путевка в жизнь представит СССР на первом в мире международном кинофестивале в Венеции, где постановщик Николай Эк признан лучшим режиссером. 23 апреля 1937 года по доносу Иван Кырля был арестован как соучастник контрреволюционной группы. По приговору тройки НКВД отправлен в лагерь сроком на 10 лет. 3 июля 1943 года Иван Кырля умер. Сводка наблюдения о ГПУ. Усилились антисоветские разговоры и агитация в связи с решением о сносе храма. Отмечены такие разговоры. Власть растратилась и теперь продают американцам все ценности. Правительство хочет изломать храм и продать его Америке за большие деньги. В 1931 году в Москве уничтожен самый большой в мире православный собор, построенный в честь победы над Наполеоном храм Христа Спасителя. На его месте должен стать главный храм новой власти – Дворец Советов. Самое высокое здание в мире – со статуей Ленина у облаков. Проект Константина Тона в свое время без конкурса утвердил Николай I. Неовизантийский стиль был личным вкусом императора. Снести храм – решение политическое. В новой атеистической Москве ему не место. У архитекторов есть еще эстетические оправдания. Мол, это ложнонациональный стиль. Меня вызвал наш директор Виктор Васильевич. Ты знаешь, что мы тебе поручаем снимать, как разрушают храм Христа Спасителя. И вот, когда приступили к разбору, никак не могли разобрать. Чем только они били – и молотками, и зубилами – никак не могли разрушить. Разбор колоссального собора идет слишком медленно, и применяют динамит. Пятого декабря одного взрыва оказывается недостаточно. Требуется серия зарядов. Обломки убирают почти полтора года. Снятыми плитами мраморной облицовки выложат станции метро «Дворец Советов», позже переименовано в «Кропоткинскую», и «Проспект Маркса», теперь это «Охотный ряд». Мраморные скамейки поставят на станции «Новокузнецкая». 20 пудов смытого с куполов золота получает Хозяйственный отдел ОГПУ – Госбезопасности. На месте взорванного собора Дворец Советов так и не построят. На фундаменте дворца через 30 лет оборудуют открытый бассейн «Москва». Бассейн «Москва» открыл свой первый зимний сезон. Незамерзающее озеро, возникшее в центре города, стало излюбленным местом отдыха москвичей. Еще через 30 лет бассейн закроют, чтобы вместо него построить по современным технологиям храм, похожий на оригинал. Это назовут «воссозданием». Сегодня Всероссийский храм-памятник станет храмом в полном смысле этого слова. Величественное здание, воссозданное руками человеческими, станет вместилищем в святыне. В то жаркое и долгое лето 1927 года к ним пришло главное событие их жизни. Это случилось во дворце труда. В обычный редакционный день однажды сюда вошел Валентин Катаев и предложил открыть мастерскую советского романа. Есть отличная тема – стулья. Представьте себе, что в одном из стульев спрятаны деньги. Есть еще темки. Один роман пусть пишет Иля, а другой – Женя. Ильф подумал. А может быть, будем писать вместе? Как это? По главам, что ли? Да нет, просто вместе, одновременно. В 1931 году выходит второй роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова про Остапа Бендера. Великий комбинатор, наконец, разбогател. Но счастья ему это не принесло. Диалогия про несоветского героя станет популярнейшей книгой страны. А в самые строгие времена ее попытаются запретить. В финале «Двенадцати стульев» Бендер был умерщвлен. Товарищ Бендер умер. Но оглушительный успех публикации потребовал продолжения. «Золотой теленок» оказывается даже острее первой книги. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. Новый роман убийственно высмеивает органы власти. Можете назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного подпольного миллионера? Советского миллионера не может найти даже нарком Финь с его сверхмощным налоговым аппаратом. Идейно выдержанное искусство, бюрократические конторы. «Заготовка рогов временно прекращена!» Комсомольцев-активистов. «Гражданин, вы отравлены!» «Гражданин, вы отравлены!» «Отравлены!» «Александрова!» «Кладите его!» «Кладите его!» «Общепит, который только для членов профсоюза». «Член?» «Член?» «Профсоюз пролетариев умственного труда». Особо досталось халтуре официальной пропаганды и советской прессе, полной трескучих штампов на любой случай. «Профсоюз революции!» «Там среди Торосов и айсбергов!» «Айсберги!» «Это мы понять можем!» «Десять лет как жизни нет!» «Все, айсберги в айсберги!» «Айсберги!» «И всякие там Робиновичи!» На фоне читательского восторга растерянная критика ругает роман за неразоблачение главного героя как классового врага. «Давайте споем что-нибудь железное. У меня прелестный волоский бас». Бендер вроде потерпел полное поражение. «Куда все побежали?» «Пойду посмотрю». «Подождите, я пошутил. Я трудящийся. Я дирижал симфонического оркестра». «Пустите!» «Я сын лейтенанта Шмидта». «Но ничего не поделать с обаянием этого проходимца, заявляющего, что ему скучно строить социализм». «Мне скучно строить социализм». Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро. 1360 тысяч жителей. Так. Значительное число мулатов у обширной бухты Атлантического океана. Вот, вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура, не уступают. Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг. Через тон у моей девочки есть одна маленькая штучка. И о чем говорить? Вы сами видите, что происходит. Полтора миллиона человек и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег? Илья Ильф скончается от туберкулеза. Весной 1937 года, в дни прощания с Ильфом, не было ни одного некролога, в котором не упоминалось бы имя его друга и соавтора. Евгений Петров погибнет на войне. Он стал военным корреспондентом. Участвовал в битве под Москвой, был на Карельском фронте, в осажденном Севастополе. Это его последняя фотография. Летом 1942 года он погиб под обломками этого самолета. Послевоенные заморозки дилогию сочтут клеветой на советское государство. Но запрет будет недолгим. Вот теперь авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» восстановят в классиках сатиры. В спектакле, поставленном по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок», с тонкой иронией бичуется мещанство. Зло высмеивается любитель легкой наживы, великий комбинатор Остап Бендер. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, из чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Пикетчики у частного магазина. На плакате написано «Ничего не покупайте в магазине Матусевича». Магазин объявлен Союзом под бойкотом. Почва уходила из-под ног частных предпринимателей. Вот так, всю частную торговлю на замок. Еще с года Великого перелома 1929-го установлена госмонополия на любые сырьевые, товарные и денежные ресурсы. 11 октября 1931-го запрещена частная торговля везде, кроме рынков. На селе заканчивают коллективизацию, крестьянство тоже становится государственно-колхозным и начинается продовольственный кризис. Вместо торговли в СССР теперь снабжение. Изощренная система карточек регламентирует, кто, где, что, сколько и почем может купить из продуктов и промтоваров. Города разбиты на четыре списка. Лучше всех обеспечиваются индустриальные центры, а в них люди, занятые в тяжелой промышленности. Благодаря трудовому подвигу миллионов вставали, вступали в строй все новые и новые гиганты социалистической индустрии. Угольно-промышленный комплекс в Донбассе. Шахтеры Донбасса и бурильщики Каспия могут в месяц купить 3 килограмма мяса, 2 килограмма рыбы, 1 килограмм 200 граммов сахара, 400 граммов масла. А в текстильной Ивановской области рабочим первой категории положены в месяц по полкилограмма мяса, 1,5 килограмма рыбы и 800 граммов сахара. Масла для них нет, а для остальных нет и мяса. Только 1 килограмм рыбы и 400 граммов сахара. От снабжения основного кормильца семьи зависят карточки на его детей. Ребенку швеи достается меньше, чем ребенку столевара. Вот они, новые хозяева нашей страны. Теперь им принадлежат заводы и фабрики, дворцы и богатство недр, достижения науки и сокровища искусства. Пайковые нормы власти ежеквартально пересматривают и меняют комбинации причитающихся продуктов. Николай Олейников напишет стихотворение «Неблагодарный пайщик». Когда ему выдали сахар и мыло, он стал добиваться селедок с крупой. Типичная пошлость царила в его голове небольшой. Особое обеспечение столиц контролирует политбюро. Кстати, в городах жилось трудно, но голода не было. Рабочие и служащие получали по карточкам свои законные 800 граммов хлеба. Работали театр, давались концерты. На Москву, где живут 2% населения, приходится 20% госпродовольствия. На проспекте 25 октября в Ленинградской кооперации открыт первый образцовый магазин продовольственных товаров. Москве и Ленинграду достается треть промтоваров страны. С этого времени несколько советских поколений будут совершать в два главных мегаполиса паломничество за покупками. Здорово! Ну и народище, а? Твои коллеги, приезжие. Купил? Хороший. Нормально. Ну, работа ходите, в театр приличная. И в гроб можно. Да брось! АПЛОДИСМЕНТЫ Высшая знать – жильцы Дома правительства. Ежемесячно получают в своем спецгастрономе 4 килограмма мяса, 4 килограмма колбасы, 8 килограммов рыбы, 3 килограмма сахара, 1 килограмм китовой икры, а молочные продукты, овощи, фрукты для них без ограничений. Добротные пайки у военных и чекистов. Заседает Президиум Академии наук. Советское правительство отпускает громадные средства на развитие науки. Но ученые не должны вмешиваться в политику. Деятелей науки и культуры подкармливают только в столицах. И живущему в Тамбовской области народному академику Мичурину масло, сыр, конфеты выделяют особо. Колхозникам городские товары поставляют чаще целевым назначением. Например, сахар за дополнительно сданный лен. Крестьяне на рынках предпочитают не продавать продукты. На одни деньги почти ничего не купишь, а обменивать на вещи. Хуже всех приходится лишенцам. Бывшим дворянам, буржуа, священникам. Они лишены и гражданских прав, и карточек. Кроме цен, по которым отовариваются карточки, установленные коммерческие, в 2-3 раза выше. По ним продажа свободная. А в распределителях для госаппарата цены даже ниже карточных. Тот, кто лучше всех снабжается, еще и меньше всех платит. К закрытому распределению прикрепляются завзятки, по родству, по знакомству. Это называется по блату. И присказка «блат главнее совнаркома» указывает, кто действительно правит страной. Карточки подделывают и перепродают. Продукты расхищают при перевозке, на складах, в торговле, в общепите. Из-под прилавка продают левый, неучтенный товар. С предприятий воруют несуны. Столичные вокзалы полны мешочников, челноков того времени, вывозящих тысячи пудов хлеба. В год за спекуляцию судят по 100 тысяч человек. После показательных процессов расстреливают. Ничего не помогает. В середине десятилетия карточки отменят. Но дефицит неодолим, и нормирование товаров в одни руки сохранится. Какие у вас разные новости? Решили с папой второго ребенка доставать. Раньше шубу мотоцикла доставали, а теперь детей доставать начали. С радостью, как все передовые художники, Рахманина встретил февральскую революцию. Но вскоре его охватывает тревога. События развиваются слишком стремительно. Он не понимает их глубинного смысла. Может уехать на время за границу? Ему кажется, что там он снова вернется к творчеству. Рахманинов уехал. Великий русский композитор Сергей Рахманинов, живущий за границей, в 1931 году подписывает критикующее СССР печатное заявление, которое публикует Нью-Йорк Таймс. На родине решено больше не исполнять и не издавать произведения Рахманинова. Запрета ослушается только главный дирижер Большого театра. В Большом зале Московской консерватории исполнена симфоническая поэма Рахманинова «Колокола» на стихи Эдгара По в переводе Константина Бальмонта. Журнал «Запролетарскую музыку» называет поэму музыкальным символом интервентов, а Рахманинова и Бальмонта – заклятыми врагами советской власти, белоэмигрантами-фашистами. В Клерфонтене, близ Рамбуйе, была дача композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова, давнего друга Шаляпина. Они встретились еще в Москве в молодости, почти 40 лет назад. Запрещена перепечатка произведения Рахманинова, а выпущенные ноты изымают из продажи. Исполнять композитора «Белого эмигранта» продолжит только дирижер Большого театра Николай Голованов. Вторая мировая война охватывает планету, сокрушая надежды и жизни народа, оставляя коллегами миллионы уцелевших. Рахманинов отдает свои гонорары на помощь раненым соотечественникам, страдая от сознания, что не может сделать для Родины больше. Рахманинова реабилитируют в СССР во время войны, когда сборы от своих концертов он будет передавать на закупки медикаментов для Красной Армии. Рахманиновский зал Московской консерватории, где часто звучит музыка великого композитора. В этом году отмечается 110 лет со дня рождения величайшего пианиста нашего века, гениального композитора, музыка которого звучит во всем мире. По просьбе комбайнера Науменко, киномеханика Рябова, учительницы Левченко и других радиослушателей передаем второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Льно мялко. Она может произвести много полотна, простыней, одежды. Когда ее монтировали рабочий Трушин, 13 дней не покидал цеха. 13 дней, почти полмесяца у станка. За два года в СССР аж три календаря. В 1930-м, чтобы производство не простаивало власти, отменили общие выходные и ввели непрерывную рабочую неделю. Четыре дня работаешь, пятый выходной. Вместо прежних 98 нерабочих дней в году получается 77 или 78. Соревнование стало темпом жизни. Не останавливать движения, работать посменно, а где надо и по воскресеньям. А как же христовые празднички? Не остаться бы тебе безработным, батюшка. Но непрерывка оказалась неэффективной. Бригады и смены все время были в разных составах. В семьях супруги не могли провести выходной вместе. В 1931-м начинает действовать шестидневная рабочая неделя. На этом перемены не закончатся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выходные теперь единые. 6-е, 12-е, 18-е, 24-е и 30-е число каждого месяца. За отсутствующее 30 февраля – 1 марта. Кинохроника тридцатых радостна. Обратите внимание, что все, кого вы видите в кадре, улыбаются. И это не дежурная улыбка перед объективом. Это радость людей, для которых труд из тяжкой обязанности стал радостью и делом чести. В год с учетом праздников получается теперь 66 нерабочих дней. Христианское воскресенье перестало быть непременно нерабочим днем, и вообще его вроде как нет. Товарищи артисты, пройдемте в салон. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый отсчет времени остался в титрах фильма «Волга-Волга». Не понедельник и вторник, а первый день шестидневки, второй день шестидневки. В 1940-м власти, потребовав пойти на необходимые жертвы, увеличат рабочий день с 7 до 8 часов и вернут традиционную семидневную неделю. Воскресенье станет общим единственным выходным, а нерабочих дней в году останется только 58. Семичасовой труд при шести рабочих днях вернут в 1956-м. Тот год был принят закон о сокращении рабочей недели на 2 часа. Зарплата не снизилась. А в 1967-м рабочий день опять сделают восьмичасовым, но дав два выходных в субботу и воскресенье. Кончается пятница, а с ней последний трудовой день недели на Ижорском заводе. Некогда гигантская испанская империя окончательно рухнула в конце 19-го века. Проиграв войну США, Испания лишилась колоний Кубы, Филиппин, Гуама, Пуэрто-Рико. В 1931 году испанцы изгоняют короля, и страна вступает в полосу бурных политических конфликтов. Много веков народ Испании стонал под гневом монархии. В 1931 году наконец над ликующей страной свелся трехцветный республиканский флаг. На муниципальных выборах в целом по стране перевес у монархистов. Но в крупных городах побеждают республиканцы. После массовых уличных протестов в Мадриде король Альфонс XIII покидает страну. Революция. День, когда народ сверг правящего монарха и объявил себя свободным. Теперь это не подданные короля, а граждане Испании. Вся страна неистовствует, заходясь в истерики от вновь обретенной свободы. А в Лондоне тысячи людей собрались на вокзале Виктория, чтобы взглянуть на короля Альфонса, которому предоставила убежище родня британская монаршья семья. Его бывшему королевскому величеству пришлось в спешке покинуть Испанию. Но разве он в унынии? Не похоже. Хотя отныне он простой господин Альфонс Бурбон. В учредительном собрании самая большая фракция у социалистов. Они вводят в восьмичасовой рабочий день. Начинают выкуп земли у крупных собственников для передачи ее крестьянам. Католическая церковь отделена от государства. Предоставлена автономия Каталонии. Каталония Каталония Каталонии Внимание на восторженность тогдашней советской хроники. Многим казалось, начинается новый виток мировой революции. Потом консерваторы свернут реформы. А потом к власти придет Левый народный фронт. Военные поднимут мятеж, и начнется гражданская война, в которой на стороне правительства будут участвовать и советские военные. В один из первых ноябрьских дней над Мадридом неожиданно появились незнакомые самолеты. Чатас, Курносы, так с любовью назовут их испанцы. Сомнений не было, откуда пришла помощь. Вива Русия! Русия конносотрас! Россия с нами! 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 Здесь и вправду ходит кот, как на прав так поет, как на лев так согнет анекдот! Но ученый сукянцын, цепь золотой сет староксин, и на выручку один в магазин. Самый глубокий кризис капитализма, Великая депрессия обрушил цены на сырье и продовольствие. Основные статьи советского экспорта. Золотой запас страны в сравнении с царским сократился более чем в 10 раз. В поисках валюты в 1930 году власти открыли магазины торговли с иностранцами. Торг с ин. С 1931 в эти магазины пускают и советских граждан. Принимаемые от них в качестве оплаты золота и драгоценности становятся основной выручкой торг сина. Поначалу у сов-граждан принимают только царские червонцы. Настоящий прорыв – разрешение сдавать бытовое золото и серебро. Кольца, серьги, крестики – их принимают на вес по заниженной цене. Через филиалы торг сина на Западе иммигранты могут посылать валютные переводы в СССР, чтобы родственники на родине могли их отоварить. При тотальном советском дефиците более половины золота и валюты тратятся населением на муку, крупы, сахар. Число магазинов в стране дойдет до полутора тысяч с центральным столичным торг сином на Смоленской площади. У зеркальных дверей торг сина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме. И с ним черный крупный кот. Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару мизантропу. У нас только на валюту. Дорогой мой, задребежал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне, а откуда вам известно, что у меня ее нет? Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился. Сотни штук сиц у богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились меткалии, шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой потрепанной туфле, а левую в новой сверкающей лодочке, которой они и топали, а забочено в коврик. Где-то в глубине, за углом, пели и играли патефоны. Общая прибыль торксина составит 270 миллионов инвалютных рублей, чего тогда хватает на заграничное оборудование десяти гигантов вроде Магнитки, Днепрогэса и Уралмаша. За пять лет граждане отдадут государству за продукты и одежду большинство личных ценностей. А городские магазины более-менее наполнятся товарами. И торксины закроют. А вообще внутреннюю торговлю за валюту всем, чего нет за рубли, будут вести до конца социализма. Попрошу факт продажи Родины зафиксировать в протоколе. И сколько вам за это заплатили? В конвертируемой валюте или в рублях? События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Новый веселый жизнью заживут и эти маленькие цыгане. Еще не последний табор, но первый детский городок для цыганских детей. 1931 год особого внимания советской власти к цыганам. На письменности, разработанные на основе кириллицы, издают журналы, учебники, книги, открыто несколько школ. Основан первый в мире музыкально-драматический цыганский театр. Ромэн. Большинство цыган, 50 тысяч человек, остаются в таборах. Оседлость им безрезультатно прививал Всероссийский союз цыган и был распущен. Власти пытаются создавать цыганские колхозы. Граждане цыгане, просим у вас помощи. Не горячее, уборочное, а лошадей не хватает. Сельхозналог, принятый в 1931 году, предусматривает для бывших кочевников льготы. Наш театр, государственный цыганский театр Ромэнь, является блестящей иллюстрацией правильной леменской национальной политики. Наш актер, вчерашний цыган, отсталый, кочевой, неграмотный, получая в театре общее и профессиональное образование, становится сознательным творцом социалистического искусства. Первые постановки театра Ромэн на цыганском языке называются «Вчера и сегодня» и «Жизнь на колесах». про то, что сегодня жить на колесах нельзя. Потом худруком театра станет мхатовец Михаил Яншин. Я инструктор по оседлости. Женатый на звезде Ромэн Надежде Киселевой. Она же Ляля Черная. «В театр приходили люди из табора, приходили люди из артели, полуграмотные или совсем неграмотные». Освоив драматическую школу, в Ромэне начнут ставить на русском Лескова, Куприна, Мериме. Ой, кушай, гость дорогой, про мое здоровье. При обязательных паспортах и прописке цыган будут депортировать из крупных городов. Национальные школы закроют, перестанут издавать литературу на цыганском. В 1956-м кочевой образ жизни криминализируют как бродяжничество. На улицах Куйбышева можно нередко встретить цыган, не таборных, а постоянных жителей города. Михаил Потака, сравнительно недавно распростившийся с кочевой жизнью, работает сейчас слесарем-шестянщиком на металлургическом заводе. Неплохо устроился и младший Потака. Он стал полноправным членом дружного корректива заводских язель. У цыган появились новые профессии – штукатуры, строители, сантехники. Вместо цыганки с картами, цыганка у карты. Ромен останется в СССР почти единственным примером признанной цыганской культуры. В 1931 году начинается агрессия Японии в континентальной Азии. После успешных войн в начале века под контролем Токио – Южный Сахалин, Тайвань и Корея. В год, когда Лиге наций исполнилось 12 лет, член Лиги Япония вводит войска в Маньчжурию – провинцию другого члена Лиги наций – Китая. Теперь островная империя оккупирует северо-восточные провинции Китая – Маньчжурию. А это плацдарм для возможного нападения на СССР. Японцы захватывают Мукден, вскоре оккупируют всю Южную Маньчжурию, в следующем году падет Харбин. Провозглашено марионеточное государство Маньчжуу-Го. Это его император Генри Пуи. Оккупация Маньчжурии была первым этапом планировавшегося японскими милитаристами передела мира. Попытка овладеть Шанхаем провалится, но зону своего влияния в Китае японцы еще увеличат. СССР спешно наращивает группировку Красной Армии на Дальнем Востоке. Советская печать сочувствует страдающим китайцам и закрепляет карикатурный образ японских милитаристов. Узкоглазые болванчики в мундирчиках и кепи. В 1931 году наискосок от Кремля на другой стороне Москвы-реки достроен гигантский комплекс для проживания, бытового обслуживания и культурного досуга руководящих работников по проекту архитектора Бориса Иофана. Таких домиков было много в Старой Москве. Теперь уже для них нет места в городе рядом с этими громадами. В то время, как даже в центре Москвы полно деревянных колуб без удобств, дом правительства – это 12 этажей, 24 подъезда, 505 квартир. Самое большое тогда жилое здание в Европе. Целый городок для советской элиты. Конструктивистская громада на трех гектарах вместила, кроме жилья, кинотеатр «Ударник», дом «Культуры», спортзал, магазин, прачечную, поликлинику, сберкассу, почту, гараж, детский сад и ясли. В чудо-доме лифты, горячая вода, газ, телефон в каждой квартире, во внутренних дворах фонтаны и клумбы-газоны. Вот так именно были квартиры, обставлены очень многие квартиры в этом доме. В хоромах площадью до 300 квадратных метров поселяют членов правительства, военачальников, большевиков-ветеранов, именитых ученых. Здесь квартиры ударника Стаханова, летчика-аса Каманина, детей Сталина Светланы и Василия. Обитатели Бастиона живут почти при коммунизме, даром получая все – от мебели и лучших продуктов до туалетной бумаги и спичек. После победы культивизации снова усилилась борьба Объединенного фронта иностранных разведчиков вместе с российско-бухаринскими шпионами. В большой террор репрессирует треть жильцов – около 800 человек, включая основателя Дома правительства, бывшего премьера Рыкова. Некоторые квартиры за 10 лет поменяют по пять хозяев. Один из расстрелянных – глава концессионного комитета совнаркома Валентин Трифонов. Его сын Юрий, став писателем, напишет повесть «Дом на набережной». Это название станет новым именем «Здание гиганта». Писатель должен черпать из своего опыта жизни, своей судьбы. Есть хорошее слово – искренность. Чем более искренен он будет, тем, мне кажется, большее художественное значение будет иметь его произведение. С годами на стенах памятника архитектуры повесят десятки мемориальных досок. В «Доме гиганте» откроют музей его истории. Лучшее жилье СССР останется престижным и после советской власти. Владельцами дорогущих квартир будут кинозвезды и прочая богема, бывшие министры и родня патриарха. Жизнь замечательных соседей в самом известном здании страны. Прошлый министр здравоохранения Юрий Шевченко показывает нам квартиру отца. Когда в 2010 году они покупали эту недвижимость, даже и предположить не могли, что их соседом сверху окажется патриарх Кирилл. В миру Владимир Михайлович Гундяев. В 1931 году пик продажи ценностей из отечественных музеев, прежде всего Эрмитажа, ради сбора денег в фонд пятилетки. Серьезных средств, на которые можно купить индустриализацию, не выручат. Лишь усилят молву про большевиков-варваров и заслужат проклятие культурных потомков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обнаружение Моисея, Веронезе, портрет молодого человека, Халса, Святой Георгий, Рафаэля, поклонение волхвов, Боттичелли, Венеру перед зеркалом, Тициана. За Мадонну Альбу, Рафаэля, уплачена самая высокая тогда цена за произведение искусства – 1 миллион 166 тысяч долларов. Коллекцией Меллана будет основана Национальная галерея в Вашингтоне. Эти замечательные образцы ювелирного искусства, часть драгоценностей российской короны, сейчас находятся в Лондоне. Они были изготовлены по заказу покойного царя Николая, который питал необычайную страсть к бриллиантам. Вместе с двумя тысячами других предметов они были куплены у советов. Из 54 императорских яиц Фаберже продадут минимум 30. Важнейшим за многие годы приобретением британского музея стал список Библии на греческом языке, созданный в IV веке. Он был куплен у советской России за 100 тысяч фунтов стерлингов. Самую древнюю, сохранившуюся рукопись Библии, Синайский кодекс IV века, британский музей получает за 100 тысяч фунтов. На живопись рубежа 19-20 веков мода еще не пришла. И единственный утраченный шедевр нового западного искусства – ночное кафе Ван Гога. В 1933 году о торговле в СССР национальным достоянием напишет Нью-Йорк Таймс. Тогда же Политбюро постановит прекратить экспорт картин. Музейные утраты невосполнимые, о репутационных не думают. В 1931 году основан трест «Дальстрой», который заменит советскую власть на десятой части территории страны. «Дальстрой» добывает золото, обеспечивая валютой закупки заграничного оборудования для ускоренной индустриализации. Вербовать и отправлять в тяжелейшие условия свободных переселенцев дорого, долго, хлопотно. И основная рабочая сила – заключенные. Колыма. Суровая, но прекрасная ее природа. Нужно осваивать совершенно необжитые земли. И «Дальстрой» учреждают как и предприятие, и государственный орган. От поселка Магадан на берегу Охотского моря до золотых приисков в глубине континента нет дороги. Без строительства дороги от бухты Нагаева вглубь Таежного края невозможно освоить в Колыму. И по следам первых тракторных колонн начали пробиваться строители. Трудная это была задача – проложить дорогу в крае, не знающим колеса. Первую зиму 1932 года начинают с 12 тысяч узников. Считается, что ее не пережил никто. Я просыпаюсь утром на этих самых нарах. Справа человек умер или слева, однажды с двух сторон сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 600-километровую трассу до Верховьев-Колымы закончат в 1936-м, а в следующем году «Дальстрой» превзойдет добычу золота в Калифорнии. Полицейско-хозяйственный суперхолдинг, разрастаясь, включает заводы, дороги, пароходство, нефтебазы, институты и учебные заведения. На этой всесоюзной каторге содержится десятая часть советских зэков. И эту систему перековки людей впервые применили так смело, в таком широком объеме. Как адрес самого страшного наказания, «Колыма» заменит в русском языке обобщенную «Сибирь». Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. И вот вопрос. Если даже нам, укутанным в самую современную экипировку, было тяжело, то что чувствовали и как работали заключенные ГУЛАГа? Одежда у них была совсем другая. А вот морозы – те же. В 21 веке фильм Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха» станет самой популярной журналистской работой на русском Ютубе. Про здешние места сложена самая известная зэковская песня – «Ванинский порт». После войны самые богатые россыпи иссякнут, и дальстрой станет нерентабельным. В 1957 году трест упразднят. Скульптурно-архитектурный ансамбль «Маска скорби» установлен на сопке «Крутой», где в 30-е годы был основан один из самых страшных транзитных лагерей. Внутри 17-метровой железобетонной структуры находится тюремная камера-одиночка и часовня. В 1996-м в Магадане установят «Маску скорби» работы Эрнста Неизвестного, крупнейший в стране мемориал памяти жертв репрессий. Empire State Building в Нью-Йорке, самое высокое здание в мире, стало местом так называемых ежедневных занятий акробатического трио Джексонов. А вот и они, забравшиеся на перила балкона 86-го этажа, всего лишь в одной тысячи и пятидесяти футах над городской улицей. В 1931 году в Нью-Йорке построен самый знаменитый небоскреб. Empire State Building, рекордно высокий, вплоть до 1970-х годов, он станет памятником стиля своей эпохи и символом Америки для всего мира. Футуристический силуэт центрального Нью-Йорка, полный возвышающихся шпилей, пополнил самый большой старший брат. Это устремленный ввысь на четверть мили ста-двухэтажный Empire State Building. При дороговизне земли в Нью-Йорке возводить в центре огромные башни стали еще в 19 веке. В 1930 году это еще и борьба чистолюбий. В новом здании на Олл-стрит-40 рекордный 71 этаж, 283 метра. Но в том же году закончен небоскреб Крайслер. 77 этажей, 319 метров. Тогда застройщик Empire State Джон Раскоп на ходу повышает первоначальный проект с 85 этажей до 102. 1 июля, 5 часов, 102 этаж Empire State Building. Да. Вон оно. Это самое высокое здание в мире. Не потеряйте. В Нью-Йорке оно ближе всего к небу. Поднимайтесь на лифте. Самое высокое здание мира на углу 5-й авеню и 34-й стрит высится на 381 метр до крыши и 443 метра до вершины достроенного потом шпиля. Объект обошелся в немыслимые по тем временам 41 миллион долларов. Из-за экономической депрессии большинство офисных площадей поначалу не заполнено, и переносить прибыль он начнет только в 1950-м. Кризис. Но бешено крутились аттракционы. Забыть о кризисе, забыть о безработице, забыть о страшных цифрах. Катастрофически падает заработная плата. Как забыться? Куда уйти? На крышу небоскреба? В СССР отношения к небоскребам поначалу отрицательные. Они монстры бездуховного Нью-Йорка, города желтого дьявола и железного миргорода. Но уже авторы главной советской довоенной книги про заокеанскую жизнь восхитятся Эмпайр-стейтом. В свете луны стальная вершина Эмпайра оказалась покрытой снегом. Душа холодела при виде благородного, чистого здания, сверкающего, как брус искусственного льда. Мы долго стояли здесь, молча задрав голову. Нью-Йоркские небоскребы вызывают чувство гордости за людей науки и труда, построивших эти великолепные здания. Эмпайр-стейт-билдинг сразу становится эмблемой Нью-Йорка и США. В западный москульт он войдет с фильмом «Кинг-Конг», где на здание залезает громадная горилла. Демонстрируя превосходство социализма над капитализмом, в том же 1931-м в СССР утверждают проект циклопического дворца Советов выше Эмпайр-стейта. Принять проект архитектора Яфана в основу проекта дворца Советов. Привлечь академика архитектуры Щуко и профессора архитектуры Гельфрейха на правах соавторства с архитектором Яфаном. Верхнюю часть дворца Советов завершить мощной скульптурой Ленина, с тем, чтобы дворец Советов представлял вид педестала для фигуры Ленина. Но стройку не осилят, и лишь после войны семь московских высоток воплотят сталинскую мечту о советских небоскребах. Во многих районах столицы возгибнуты новые высотные здания. На Дорогомиловской набережной заканчивается строительство гостиницы на тысячу номеров. Высотное здание гостиницы сооружено и на Комсомольской площади. На площади Восстания завершается облицовка 25-этажного жилого дома. Дворец науки. Новое здание Московского университета на Ленинских горах. Высотный дом у Красных ворот заселяется. В доме на Котельнической набережной москвичи уже получили около 400 квартир. Административное здание на Смоленской площади высотой 170 метров. В нем разместились государственные учреждения. Рекорд Эмпайр-стейт-билдинга побьют нью-йоркские башни-близнецы Всемирного торгового центра в 1972 году. А потом состязание в небоскребности переместиться в Азию. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. В августе 1931-го в честь десятилетия спортивного интернационала по Красной площади проходят 40 тысяч физкультурников. Возникает традиция физкультурных парадов, демонстрации силы, здоровья и бодрости советской молодежи. на стадионах спортсмены вышагивали и раньше. Теперь они маршируют по центральным площадям городов. В форме, подобранные по росту, молодые и атлетичные, в здоровом теле здоровый дух. Это состязания вузов и предприятий. Гимнастические пирамиды, живые картины, показательные выступления на ходу. Начальство их смотрит даже охотнее военной техники. В фильме «Цирк» герои на параде физкультурников споют патриотический суперхит «Широка страна моя родная». На спортпарадах вождя назовут лучшим другом советских физкультурников. «Он с нами, он рядом, великий, вожатый, учитель и лучший, любимейший друг». И впервые вынесут транспарант «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». В 1939-м установят «День физкультурника». «Десятки миллионов жизнерадостных, здоровых и сильных сталинских воспитанников». Празднуют сегодня первый всесоюзный день физкультурников. И всесоюзный парад на Красной площади снимут на редкую тогда цветную пленку. «На всесоюзный парад физкультурников народы советской страны с гордостью послали своих смелых и прекрасных дочерей и сыновей». Наряду с трудовым первым мая и революционным седьмым ноября это третий государственный праздник со своим спортивным маршем. «Отношись на левни Советская шагает молодежь!» В 1930-х в особенной моде танго. Главный эстрадный автор русского зарубежья Оскар Строк и один из популярнейших эмигрантских исполнителей Петр Лещенко записывают три танго, томительные мелодии которых станут «позывными эпохи». Петр Лещенко жил в Кишиневе, который после революции оказался румынским. Начинал танцовщиком, на гастролях в Латвии дебютирует как вокалист с голосом не сильным, но, что называется, проникновенным. Итак, Петр Лещенко Лещенко «Сыграй мне синюю радсонию» Рижанин Оскар Строк сочиняет один танцевальный шлягер за другим. Он сам аккомпанирует коллеги на фортепьяно в лучших рижских ресторанах. Грамзаписи делают Лещенко патефонной звездой. Диски понемногу просачиваются в СССР. Душесчипательные опусы Строка звучат пересахаренной стилизацией под Испанию и даже Аргентину. ПЕСНЯ 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 В последних астрах печаль хрустальная жила. Воскресли чары прежних дней. Такие красивости очень нравятся советским обывателям. Сколько не твердишь, что это мещанская слащавость. С годами Оскара Строка провозгласят королем танго. Ах, эти черные голода. А в конце века рижанин Раймонд Паулс напишет посвящение земляку на слова москвича Михаила Танича. ПЕСНЯ Король сочиняет танго Потише, друзья, потише, А нас еще нет на свете Ни Раймонда, ни меня. В 2010-х в телесериале Петр Лещенко «Все, что было» суперхиты певца споют исполнители главной роли Иван Стебунов и Константин Хабенский. Все, что пела, все, что млела, все давным-давно исцелела, только ты моя гитара, прежде тем звоном хороша. Все, что было, все, что уныло, все давным-давно уплыло, утомились лаской губы и натешилась душа. Был день осенний, и листья грустно подали в последних островах печаль хрустальная жила. грустно, и листья грустно грустно Они горят передо мной Ах, эти чёрные глаза Меня любили Куда же скрылись вы теперь Кто близок вам другой Ах, эти чёрные глаза Меня погубят Их позабыть нигде нельзя Они горят передо мной Ах, эти чёрные глаза И кто вас полюбит Тот потеряет навсегда И сердце, и покой Очи чёрные Очи страстные Очи жгучие И прекрасные Как люблю я вас И как боюсь я вас Знать, увидел вас Недобрый час События Люди Явления Определившие образ жизни То, без чего нас невозможно представить Ещё труднее Понять Вы смотрели События Люди Явления 1931 года Следующая серия Год 1932 Введены паспорта И прописка Максим Горький Духовный вождь СССР Советские форды Собирают на газе Звание Ворошиловский стрелок Уголовный Закон о трёх колосках Бараки Жильё при гигантах пятилетки Суперхит У самовара Я и моя Маша До следующей серии И следующего года Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин